ASUS TUF Gaming A520M Plus Компактная материнская плата для процессоров Ryzen 3-го поколения Плата выпускается в форм-факторе Micro ATX, построена на базе системной логики AMD A520, оснащена процессорным разъемом AM4 и рассчитана на установку процессоров AMD 3-го поколения, в том числе со встроенной графикой Radeon Vega. Поставляется в фирменной коробке с цветной полиграфией. Внутри сама системная плата, диск с драйверами, документация, два SATA кабеля для подключения накопителей и заглушка интерфейсной панели системного блока, а также наклейки и крепления для M.2 накопителя. Элементная база платы расположена на черном текстолите с серыми вылетами. Порты и разъемы оптимально размещены по периметру, доступ к ним не затруднен. На лицевой стороне платы разъем для установки CPU, 4 слота для оперативной памяти стандарта DDR4 в двух- и одноканальном режиме с суммарной емкостью до 128 ГБ. Поддерживаются планки с частотой до 3200 МГц в штатном режиме и 4800 МГц в разгоне. Для охлаждения под системой питания и чипсета предусмотрено два алюминиевых радиатора. В нижней части три слота PCI-Express версии 3.0. К процессору подключен только верхний, усиленный металлической вставкой. Плата позволяет подключить один SSD стандарта M.2 и до 4 SATA накопителей. Для сетевых соединений предусмотрен гигабитный контроллер Realtek L8200A, а за звук отвечает аудиоконтроллер Realtek ALC887 с поддержкой многоканальной акустики. На боковую панель вынесено 7 USB-портов, 5 из которых версии 3.2 и 2 версии 2.0. Три аудиоразъема, один комбинированный шестиконтактный разъем PS пополам и сетевой порт. Три разъема для подключения монитора, HDMI, D-Sub и DisplayPort. Они будут нужны, если вы решите довольствоваться интегрированной графикой центрального процессора. По части организации охлаждения в корпусе системного блока на материнской плате 4 разъема для подключения вентиляторов, один из которых задействует кулер для CPU, а остальные – корпусные вентиляторы. В целом перед нами достойная бюджетная материнская плата для сборки компактных игровых ПК. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok